Всем привет, друзья! Наконец-то приехал вертикальный вот такой вот пылесос из магазина Gearbest. По идее, выглядеть всё должно вот так вот. Запакован вот так вот серьёзно. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. Кстати, там не только пылесос, но и наушники. Я думал, вы видите. Немножечко по-варварски прицепили. Meizu Flow. Скоро будет обзор на канале. Есть вопросы? Задавайте их в комментариях. Продолжаем вскрытие нашего пациента. Я уже вижу, что там под этой коробкой есть оригинальная коробка, упаковка самого пылесоса. Вот он. Показались очертания. Всё. Приступаем ко второму этапу. А прикиньте, сейчас открываем эту коробку, а там в ней ещё одна коробка. Когда ты так долго вскрываешь коробки с товарами на YouTube, в мире, ребята, где-то плачет Стас. Ай, как просто. Не зря мы упомянули Стаса. Здесь третья коробка. Ну, давай, давай, ради Стаса, давай. Вот она. Ещё одна коробка. Так, ну, блин, ребят, по-моему, уже всё. Вот. Я уже чувствую, что там внутри что-то есть. Вуаля. Первое, что я вижу, это переходник на китайскую розетку. Далее в комплекте удлинительная трубка. Она алюминиевая, очень-очень лёгкая. И вот здесь вот видно, что какая-то контактная группа проходит. То есть, подсоединяется сверху, либо снизу можно подсоединить, судя по всему. Так, смотрим далее. Внимание, ребят, все технические характеристики в описании под данным видео. Так, здесь есть набор, как видите, вот крепёжных деталей. Смотрим, что ещё есть. Кстати, очень интересный этот пенопласт, он ещё мягкий. Так, ну, давайте я буду просто распаковывать сам блок питания. А, вот непосредственно док-станция выглядит вот таким вот образом. Ну, и уже попользовавшись, я подробнее обо всём этом расскажу. Вилка, как видите, уже евро. Вот таким вот образом выглядит основной блок. То есть, непосредственно пылесборник заблокирован, разблокирован. Вот так всё это выглядит. Всё легко, я так понимаю, разбирается. И, да, и собирается. Да, неплохо выглядит. И брондировано, естественно. DB. DB S17, если что. Так, смотрим. Так, что у нас далее? Ручка, в которую встроено... Ничего здесь не встроено. Фиксатор. Вот так всё это дело выглядит. Возможно, здесь и проходит воздух, потому что я вижу здесь как будто фильтры и контактная группа какая-то. Вот такие вот характеристики. Это, судя по всему, надсадочка специальная для уборки определённых типов мусора. Ну, разберёмся. Хорошие уплотнители. Можете не переживать за сохранность вашего пылесоса при транспортировке. Так, здесь ещё одна надсадка. И непосредственно сама чистящая головка, или как это правильно называется, выглядит всё вот таким вот образом. И обратите внимание на ход, да? На сколько градусов. И вот таким вот образом. Так всё снимается. Это очень важно, чтобы легко разбиралось, собиралось, потому что часто заматывается шерсть, нитки и всё такое. Вот. Смотрите, здесь имеется вот такая вот подложечка бархатистая, чтобы ни одна пылинка не ушла. Ну, собственно говоря, вот и всё, что было. Теперь соберём, потестим. И я вам расскажу о своих впечатлениях и о том, как нужно выбирать вот такого рода гаджеты для дома. Итак, смотрите, как всё это фиксируется. В общем, здесь не ошибётесь, потому что здесь есть непосредственно специальная клипса. И всё прекрасно, плотно защёлкивается. Вообще, по качеству изготовления я вот уже сейчас вижу, что очень неплохо всё выглядит за такую цену. Так, продолжаем. Здесь опять же вот так вот обязательно нужно снизу это дело делать, насаживать. Иначе будет болтаться, если просто поверху застегнёте. А вот так уже фиксация идёт максимально плотная. Здесь есть своя аккумуляторная батарея. Судя по всему, здесь она и находится. И она, как видите, вполне работоспособная. Я так понимаю, две скорости. Первая. Прям чувствуется, как да, здесь выходит воздух. Здесь фильтруется воздух, который пропускается непосредственно через весь этот блок. Ну, обычный принцип работы пылесосов. И вот помощнее. Сила всасывания, по-моему, 700-7000 паскалей. Ну и непосредственно чистящая вот эта вот головка. Тоже всё до щелчка. Люфта особого нет. В принципе, плотно фиксируется. Чтобы отцепить, нужно просто клипсу эту нажать. Опять же, всё по щелчку. Всё понятно. Ну и, как я сказал, при распаковке есть вот такие две насадки для определённых мусора. Для определённых типов мусора. Вот так всё это выглядит. То есть, вот три основная и две дополнительные. Так, интересный момент. Вот эта вот насадка может без трубки надеваться. И вот таким вот образом вы можете тоже счищать какой-то мусор и так далее. В общем, очень удобно. Если нужно быстро что-то почистить. В принципе, вот с таким пылесосом можно и машину даже, наверное, быстренько-быстренько от какого-то сыпучего мусора очистить. Ну и совсем вот по тяжёлой, непосредственно без трубки, можно и саму эту головку посмотреть и сделать. И вот так же, опять же, там под столом быстренько-быстренько почистить. Ну, удобно. Очень удобно. В комплекте есть вот такая вот инструкция. На английском. Судя по всему, только на английском языке. Здесь, в принципе, есть, опять же, наглядно продемонстрировано, продемонстрировано, как всё крепится, как это всё эксплуатируется, как используется. Это первый пылесос такого типа у меня. Если у вас есть мысли по поводу данного продукта, обязательно напишите в комментариях. Есть опыт использования. Это будет полезно и мне, и всем, кто в эти комментарии заглядывает. Сегодня у нас первое знакомство. Мы посмотрим комплект поставки. Вот основные первые впечатления. Мне нравится, что щётка очень мягкая. Но, как вы думаете, вот эта вот сама непосредственно щётка должна ли быть такой мягкой или лучше, когда она, в общем, пожёстче? Так, вот давайте я вам продемонстрирую. Пока она ещё чистенькая. Вот видите, какая она мягенькая. Кстати, фиксатор хороший. Вот эти вот колёсики у меня на старом пылесосе, на обычном, очень быстро начали отваливаться. Не знаю, надеюсь, здесь будет всё получше. Принцип фиксации. Вот так вот на стену вешаете. Здесь, опять же, есть специальный фиксатор и есть контактная группа. То есть, вот так, я так понимаю, представьте, вот он на стене висит. Вы подносите этот пылесос и защёлкиваете. Естественно, нужно размещать рядом с розеткой, чтобы подключить зарядный блок. Сразу глянем инструкцию и посмотрим данные по батарее, данные по времени заряда. 4 часа он заряжаться. По идее, должен. Общий вес 2,8 кг, около 3 кг. Рабочее время на низкой скорости 40 минут, на высокой скорости, на мощности, вернее, 25 минут. Ну, в принципе, достаточно. Вообще, такие вот, такого рода пылесосы покупают в поддержку обычным роботам-пылесосам, потому что из-за своей, в основном, круглой формы, как у меня, например, они не могут в углах хорошенько почистить и в труднодоступных местах. Обратили внимание, вот здесь вот метка, то есть здесь, если мусор добирается до вот этой вот метки, то нужно непосредственно начинать уже чистить фильтры. Посмотрим, как там всё устроено. Мне нравится, что здесь, в принципе, интуитивно всё понятно. Никогда не сталкивался с такими приборами, но, блин, ну всё вот понятно. Итак, в режиме онлайн давайте, ребят, я вам покажу. Вот таким вот образом выглядит фильтр. Кстати, насчёт комплектующих, если найду, ссылки оставлю в описании. Это очень важно. Но, я так понял, судя по инструкции, фильтр-то можно мыть без защитной вот этой штукенции. Выглядит он вот таким вот образом. Интересно, что это за материал. Сейчас меня немножко настораживает тот факт, что он, видите, несъёмный. Вот этот вот механизм неразборный. Нужно поискать, если запасной, потому что, ну, никогда не помешает. Далее устанавливаем его на место. А как же чистить непосредственно пылесборник? А для этих целей здесь есть вот такая вот защёлочка. Открываете, высыпаете, закрываете. И немножко технических характеристик непосредственно на этом блоке. Судя по тяжести вот данной конструкции, всё-таки аккумуляторный отсек находится вот здесь. Ну и, в принципе, и контактная группа здесь же. Ну а здесь сверху, судя по всему, находится непосредственно двигатель. Вот здесь контактная группа. И вот таким вот образом всё выглядит сейчас из коробки. Новенькая, красивенькая. Давайте потестим немножко. Итак, вот так всё выглядит в собранном виде. Смотрите, как всё это дело очень-очень хорошенько гнётся. И вот в самые трудодосупные места можно будет нормально так и пролазить. Так, давайте обеспечим немножко фронта работ. Посыпем, посыпем, посыпем ячменя. Хлопья злаков, точнее. Ну, давайте на первой скорости. Неплохо. Очень маленький, манёвренный, удобный. Это, напоминаю, на первой скорости. Первая скорость, по-моему, сил отсасывания 2000 паскалей. Опять же, технические характеристики в описании под видео. И давайте сразу же включим максимальную. Всё пошло значительно быстрее. Так. Очень классненько. Ну, опять же, ребята, если вам интересен опыт эксплуатации, нужно всё-таки более продолжительное время. И уже нюансы будут постепенно все появляться в ходе эксплуатации. Так сразу, по первым впечатлениям, всё очень нравится. Единственное, он очень маневренный. Интересно, можно ли как-нибудь зафиксировать. Потому что вот так, посмотрите. Если не контролировать, то постоянно он пытается куда-то повернуть. Никуда. Ну, в плане уборки, ну, вы всё видите сами на своих экранах, как всё это дело происходит. Вполне себе, вполне себе годненько. И вот он, циклон. А теперь вариант такой вот мини. Вот такая вот конструкция. Давайте теперь мы это всё почистим. И закроем. И мы снова готовы к работе. Кстати, мне понравилось, что здесь предусмотрено вот такие вот штукенции для вот этих насадок. То есть, они болтаться не будут. Блин, мне это нравится. Внимание к мелочам и к деталям. Это очень важно. Примерно вот так всё это дело будет крепиться и выглядеть. Имеется индикация уровня заряда. Можно установить практически в любой уголок. Главное, чтобы была рядом розетка с электропитанием. Надеюсь, данное видео вам было полезным. Не забывайте, что у нас первый канал, второй канал. Есть группа ВКонтакте. Все ссылки в описании. Если что-то упустил, обязательно поправьте, добавьте. Комментарии открыты. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Пока.